Страшно ли было выступать на нацотборе Евровидения? Ну страшно это не то слово, конечно. Я бы сказал, было волнительно. И мы действительно очень долго готовились. Ну даже нет, не скажу, что долго, а интенсивно. И было общая такая, поскольку все группы вместе, все исполнители и очень много людей в одном пространстве. И такая атмосфера волнительная, она распространялась вокруг и это очень чувствовалось. Но при этом все очень готовились, так сосредоточены. Ну такой очень интересный опыт. И он, как сказать, это как какая-то все равно планка. Потому что, ну, не поработав, просто невозможно, скажем, даже попасть туда. Поэтому это хорошая стимуля. Волнение присутствовалось. Верите ли вы в чудеса? Если да, если да, что стало причиной этому? Ну, я видел очень много вещей, выходящих за рамки привычного, скажем так. И то, что есть определенные законы, в котором живут большинство людей, не значит, что нет людей, которые выходят за рамки законов. Я имею в виду, есть люди, сознание которых шире, и они способны. Ну, скажем, интуитивно иногда делать вещи, которые другим кажутся чудесами. Как вам работаете с Сергеем Бабкиным? Возникают ли творческие споры? Если да, то как приходите к консенсусу? Такое слово «консенсус». Да, это интересный вопрос. Мы с Серегой, у нас есть всегда два разных мнения на все. И они никогда почти не совпадают. Но в этом и наша сила. Еще если мы находим какое-то общее решение и делаем вместе музыку, она не может быть на 100% такой, как я хочу, и на 100% такой, как хочет Сережа. Получается нечто среднее. И мы всегда приходим к этому среднему. И именно в этом уникальность нашего проекта, как пятница. Ну, с ним работать очень интересно, потому что он всегда приносит много-много-много разных идей. А я скажу, у меня есть ощущение, что отбросить, что оставить, и что добавить куда. Но часто от него исходит изначальная идея. Последнее время мы делаем много именно в таком режиме. То есть, как бы, он приходит с идеей, мы ее вместе дорабатываем. Я добавляю что-то в его идеи, часто так. Но бывало так, что идеи приходят спонтанно, когда мы собираемся. Так тоже может быть. Каким качеством в людях вы не перестаёте восхищаться? По какой причине любовь возникает с первого взгляда? А, ну это уже следующий вопрос. Для вас слово «любовь». Спасибо за ответы. О, вот это очень-очень большой и обширный вопрос, который можно попробовать выразить. Я имею в виду, если говорить о любви. Но любовь — это то, что выразить в полной мере невозможно словами. Мы можем сравнивать любовь с чем-то или передать какие-то аспекты любви. Но это понятие выходит за рамки любых слов. Когда человек это чувствует и переживает, только тогда он понимает, что это. Чувствует, переживает это. Но имеется в виду то, что, ну, любовь. Так, что вы хотите донести публике песни «Лох-манифест»? Это как раз, опять же, к предыдущему вопросу о любви. Песня о принятии людей и непохожих, о принятии всего этого мира, который нас... Ну, в котором нам бывает трудно. Ну, если человек принимает мир, тогда он может понять, если человек может понять других. то тогда может прийти момент гармонии. И это прекрасный момент. В общем-то, счастлив человек, когда он сливается со всем, что вокруг. Чувствует себя гармонично. Свобода — это и есть всепринятие. Это не означает пассивность или подчинение. Сливок. Ну, сливок. То, что он этот. Это не означает, что он выкат. Так. Вот. Вот. Сливок. Вот вопрос. Мне очень понравилось выступление Сенсея, как же группа Пятница. Почему приняли решение создать новый музыкальный проект? Ну, проект Сенсея существует уже 8 лет, просто потому что он не так заметен. И группа Пятница тоже сейчас существует, мы пишем новые песни, и у нас будут концерты. То есть мы сейчас пытаемся как раз совместить это. Но проект Сенсея это все равно такая моя большая история. А Пятница это мы с Сережей Бабкиным, это совсем другая история. И как бы существует и одна, и другая история. Да. Да. Продолжение следует...